Всем привет! Сегодня, как и обещал, я снимаю долгожданный обзор на персонажа. Я постараюсь максимально быстро снять. Прошлый обзор был получасовой, это действительно очень долго. Буду стараться минимально потратить вашего времени для того, чтобы максимально объяснить, что к чему и как вообще. В принципе, начнем. Вот мой персонаж, уже 7,1 миллиона. Как бы пока с ним ждал снять видео, готовился, то пришло немножко времени и 100 тысяч сверху накапало. Так, что здесь основного? Скиллы духовки. Значит, у меня маг защита 45%, потому что ничего другого нормального нет. Я потом дальше покажу вам, что у меня есть в сохраненных. ХП персонажа, это в принципе отличные скиллы, я считаю. Экзогерой, 2 скилла на ХП, потому что ничего другого хорошего там тоже нет. Это оптимальный вариант. В принципе, мне было бы очень хорошо, если бы там была бы прочность на основу, либо же плюс урон на основу, либо же тот же ХП на основу. Это очень хорошие будут скиллы. Дальше смотрим. Свадебное кольцо у нас 187 уровня. После 180 уровня оно дает атаку, начинает давать при прокачке. ПВП кольцо у меня славы уже 149 звезд из 67 уровня. В принципе, из 67 уровня это мало. Так, что по параметрам? Более 2000 ПВП мощь. ПВП мощь всем советую качать. 10 миллионов ХП. 328 тысяч атак и защита 110. Мах защита 129. В принципе, я думаю, что параметры перечитывать не буду, потому что мы только теряем времени. Я просто буду показывать. Билд я не изменил с прошлого раза. Это Верданди, Хель, Один. Это билд немножко пониженного урона, но повышенной защиты. Дальше. Так, титулы. Титулы у меня стоят за топ-50 памятника, за участие в топ-50 памятника, дальше за на ХП персонажа, потому что у меня нет сейчас с пути. Плюс 30 ПВП, но в принципе еще оптимально. Я не уверен, что плюс 30 ПВП я еще буду ставить, потому что 30 ПВП на 2000 это копейки на самом деле. Вот, основные статы. В прошлый раз я забыл показать. Так вот выглядят мои основные статы. Что здесь мало? Мало плюс урона, плюс урон буду добавлять. И крит, крит тоже буду выравнивать. Доп-урон будет расти. Так, смотрим дальше. Навыки. Навыки мастера у меня прокачаны все примерно в среднее. Здесь 48 уровень средний, здесь 40. Здесь атака 100, остальное 50 на эндо. И на экзо тоже самое, атака 100, остальное 50. Так, мах кольцо. Тираническое, смотрите, дает вот такие атрибуты. При проточке. Дальше, сейчас мне за каждый уровень дает плюс 8 ПВП. Вот проточка звездная. За каждый уровень дает плюс 4 ПВП. И остальные мелкие параметры, скажем так. Они незначительные. Дальше смотрим. Герои. Что у нас по героям? Здесь интересно, важно. Тренировка. У меня везде тренировка максимальная. Только на 5 рыцарях, по-моему, не докачан плюс урон. Вот здесь вот. Вот на этих рыцарях не докачан плюс урон. У меня есть рыцарь. Сейчас скажу вам. Бахамут. У меня в рыцарях 413 тысяч мощей. И также есть Люцифер, который я тоже прокачиваю. Он сейчас 250 тысяч мощей. Это основные. Я дальше покажу вам. Божий круг изменился с того момента. Я добавил себе броню. На всех меня, на всех золотых героев есть по броне. Это с прошлого нового года. Я много насобирал и немножко добавил. Получилось активировал. Так, смотрим и рассматриваем персонажей. Верданде. Полтора миллиона мощи. 14,5 миллионов хп. Атака 272 тысячи. 165 физ защита. 156 маг защита. Сокровище все 20 звезд. Прокачка 50-60 уровень. Как бы выше не качаю, потому что нет смысла. Она выдерживает свой урон достаточно. По параметрам дополнительным у нас здесь крит почти 10. Парирование уклонения по 5. Прочность 34. Смертоносность 50, потому что скинул сюда всех афин. Они мне сейчас не нужны. Смертоносность я в принципе не качаю, потому что она практически не работает. Возможно нужно 200 тысяч примерно смертоносности для того, чтобы она начала работать. Но пока что я от нее не вижу смысла. Я не могу ее разогнать до такого уровня, чтобы проверить, протестировать действительно работает она или нет. Весь урон из-за прочности противника влетает без смертоносности. Он весь летает по минимальному урону. Плюс урон, минус урон большой, потому что у нас аспиды прокачивает этот параметр. Дальше смотрим у нас хель. На хеле у меня 442 тысячи атаки, 6 миллионов хп, 92 тысячи физ защиты и 71 тысяча мах защиты. Сокровища все 20 звезд. В принципе на основных героях у меня везде сокровища 20 звезд. По уровню прокачано 120 уровень для крита сокровища. Также 120 уровень для прочности сокровища. Смотрим, что у нас по параметрам. Крит 22, парирование и уклонение по 6, прочность почти 50, нужно 80, я уже говорил на прошлом обзоре. Я буду гнать до 80, прочность на экзо, на эндо. Смертоносность 31 практически, плюс урон 111, минус урон 16. Дальше смотрим, Один плюс 9, 18 миллионов хп, в принципе немаленькая цифра, кстати, заметьте. Для Одина в экзо 18 миллионов хп. Атака 228 миллионов, физ защита 113, маг защита 105. Сокровища также прокачаны основные, то есть только на парирование и уклонение. Также вот здесь парирование и уклонение и прочность. Сейчас я прокачиваю сокровища на крит в экзо. Разгоняю максимальный крит, суммарный на героях, плюс основа. Дальше смотрим, что у нас. 15 тысяч крит апп, 18,5 парирование, 19,5 уклонение, прочности 51,5, смертоносность и 24. Опять же, я смертоносность не разгоняю. Я же говорил. И здесь уже у меня есть иммунитет прокачан, 7,2%. В принципе, камней много нет, по чуть-чуть вливаю и прокачиваю иммунитет. Рыцари основные у меня. Это вот среднячок. Разгоняю рыцарь, у меня максимального уровня и прокачки на данный момент. Это на эндоатаку 82 тысячи дает. Эти все вот у меня по минимальному прокачаны. Также сокровища обязательно нужно у всех обычных 10, 9, 8 героев. Золотые сокровища, у золотых героев красные сокровища. Это максимальный эффект помощи я не буду давать. Так, смотрим дальше. И вот мой Люцифер, которого я сейчас разгоняю тоже на атаку. Максимально у меня сейчас разогнаны персонажи в рыцарях для атаки. Смотрим охрану. Охрану меня спрашивали в Верданте. Сейчас у меня плюс урон смертоносность. Я смертоносность выровняю. У меня будет максимально вкачан плюс урон и смертоносность. Хель. Сейчас думаю. Возможно смертоносность уберу, вкачаю все в парирование. Будет плюс урон парирование. На экзо у меня вкачано парирование и уклонение. Для того, чтобы дольше жила экза. Охрана тьмы у меня везде одинаковая. Прочность крит. Чем советую. В принципе, это оптимальный вариант. Двойные звезды у меня на атаку. Все три комплекта у меня киль корабля на атаку полностью. Дальше смотрим по рунам. Руны у меня рубины на размещении. Для того, чтобы дольше жила. Рубины на экзо. Да. Тоже, опять же, для того, чтобы дольше жили. Потому что всего 6 миллионов. Аодин. Так как у меня там много парирования, уклонения, защиты. Добавляю сейчас иммунитет. И верданди забирает 15% урона на себя. То я еще поставил щиты для того, чтобы дольше жить. Против таких, как милк, конечно, не спасает. Например. Милк, люцифер они пробивают. А такие обычные там маги, например, то они пробивают. Ну, не то, что обычно. Это много магов. Много всяких других упырей. Они не пробивают. Это действительно, как бы, спасает щиты. По статам, например, на размещении. Это на мощь. Маг защита ОЗ. Физ защита. Маг защита. Ну и атака. На эндогероя это все, как и было, атака. ОЗ одна есть. Атака, атака. И плюс урон основные статы. На экзо это все-таки физмаг защита. Один есть все-таки ОЗ. Потому что не было ничего оптимальней. Ну и физмаг защита для того, чтобы дольше жить. Дальше смотрим ковка. Обработка. Да, просто меня спрашивали, какие статы у меня в вещах. В вещах у меня в основном ловлю крит. В оружии сейчас еще печальные статы. Не нашел оружие получше. Во всех остальных, как минимум, 3-2 крита. Вот, 3 крита, вот опять 3 крита, 3 крита, 2 крита, 2 крита. Жерель. Тоже печальная здесь 1 крит. Здесь нефтоносцы бесполезных. Броня 3 крита. Пояс 3 крита. И ботинки 2 крита. То есть это в принципе все. Максимально вылавливаю на криты. И в идеале хочу везде по 4 крита. Но пока нет. Заклятие. Плюс урон. Везде плюс урон и хп. Максимально раскачиваю плюс урон и хп. Потому что это стабильные статы, которые нас хп спасает. Плюс урон пробивает любой деф и иммунитет. Дальше. Духовное оружие. У меня прокачка. Слабенькое. Я на 6 уровень не качаю. Пока у меня не прокачан весь иммунитет и дух урон. Нет смысла сливать камни на духовное оружие. Поэтому пока что духовное оружие я до 6 уровня не качаю. Сохраненные статы обещал показать. Смотрите. Здесь ничего нет. На эндо герой опять ничего нет. Ой. На эндо слушайте. На 3 скелле тоже ничего нет. На 4 у меня есть сохраненная маг защита. Снова 75%. Экзогерой маг защита 100%. И экзогерой прочность 36%. Средние параметры. Пока еще я не вижу у них смысла. Пусть пока побудет экзогерой азер. Также на 5 у меня экзогерой хп. Есть еще эндогерой хп. Персонаж физзащита, магзащит. Оно не синий, зеленый, маленький. И поэтому они ни мощи не дают ни толку. В принципе, я никакого. Музыкальный инструмент пока что у меня только 3. Не прокачиваю. Мах камни берегу. Скоро будет 10 уровня. У меня богиня. Откроется вот этот последний скилл. А так у меня прокачаны максимум доступные. Смотрим дальше. Что у нас богини, да? Нет смысла перечислять. Услуги везде у меня примерно в районе 40. Я услуги специально нигде не прокачиваю. Только там, где свободно выбивают. Простые обычно выбитые. То есть я специально не покупаю айтемы. Только то, что выбивает. Дальше смотрим по святыням. Здесь у меня стоит 3 валькирии. Одна гармония. Гармония плюс 9. Скоро гармония будет 10. Мне не хватает там 80 кусков, по-моему, если я не ошибаюсь. А когда сделаю ее 10, то я ее потом разберу и поставлю 2 в основу. Поставлю 2 гармонии и 2 валькирии. В размещении у меня стоит тройной слот на 3 афины. Четвертый артефакт у меня здесь уже проточен. Заранее я его проточил. То есть как только будет 4-слотное древо, то я сразу же вставлю артефакт. У меня готовый. И сразу он уже будет прокачан. Дальше смотрим. У нас мировое дерево. Тоже на эндов 3-слот. Трехслотный, четвертый слот артефакт у меня уже тоже выкачан, открыт. Но опять-таки он пока еще недоступен, пока нет слота на 4. Здесь 2 валькирии для атаки и одна афина, потому что ничего другого не было в принципе. Энд экзогерой. Здесь максимум на прочку и немножко крита. Также все артефакты уже здесь прокачаны. Смотрим по артефактам. На основе это фараон. Прокачка везде одинаковая. Максимальная. Дальше у нас размещение. Здесь у нас сет на пвп мощь. Еще один. Если добавить, то получится плюс 60 пвп мощи. Здесь слот вставите. Дальше у нас эндогерой. Это у нас фараон опять-таки же. Здесь крит плюс урон прочность атака прокачаны. Везде одинаково прокачаны. И экзо я буду оттачивать, потому что я его изначально прокачивал быстро. Мне нужно было прокачать. Я не знал оптимальный вариант. Еще буду смотреть, думать и перетачивать. То есть это будет по-любому сарацин на хп. Но остальные параметры, там физзащиту, магзащиту, смертоносность, буду еще варьировать. И не знаю, что из этого получится. Посмотрим. То есть здесь прокачка есть. Я... А, вот, например, насчет размещения хотел еще что сказать. То есть есть вариант, когда выкачивается максимально ОЗ и максимально смертоносность. Для рейтинга мощи потом ставится еще комплект сарацин сюда. Когда вы идете на пвп, ставите пвпшный комплект. Когда идете на рейтинг мощи, ставите сарацин, бахамут и разгоняете около 40 миллионов хп. Это очень много мощи. В принципе, это кому нужно. Это такой некий лайфхак. У кого есть камни для артефактов и некуда их девать. То есть, в принципе, можете прокачать. Здесь под два комплекта сразу же он выкачивается. То есть можно максимум выкачать смертоносность, максимум выкачать хп. И прочность также выкачивается. Вот. Смотрим дальше. Конь. Конь у меня максимальный. Я недавно снимал видео про прокачки. В рейтинге я не попадаю. Рейтинг у нас вот на первом месте Люцифер, потом Джессус, Муха. И так далее. Я вообще не попадаю в рейтинг. И гнаться за рейтингом не буду. В принципе, меня устраивает то, что есть. При ручении тоже я снимал видео. У меня максимальная ловкость и баланс прокачаны. Понимание. У меня только 84 уровня. Там еще 300 крита. Можно докачать. Я, в принципе, буду потихоньку докачивать. Покупаю айтемы по 120 штук в магазине каждый день. И там посмотрим, что оно будет. Этого месяца полтора и будет нормально. Камни. Спрашивали камни о том, какой порядок вставки камней. Ребят, нет никакого порядка вставки камней. Камни вставляете как хотите. От того, в каком слоте какой камень стоит, не имеет никакого значения. Не имеет значения только сколько каких у вас камней. У меня здесь стоят атака плюс урон прочность. Один смертоносность. Потому что он десятый благословленный. Я его не меняю пока что. И также у меня открытый один слот. Это секретный слот на доп. урон. Начал благословлять, но пока что остановился. Чтобы потрату камней. Немножко завтра еще потрачу. И еще возьму пару слотов. У меня в инвентаре еще 5 камней для открытия слотов лежит. Я еще не открыл. Не знаю, что вставлять. Нет камней. И в принципе просто еще вчера только дали нам акцию. Кстати, спасибо администраторам нашим ВК, которые хорошо среагировали. И действительно никакейшин акция была у нас на Хэллоуин. И они написали разработчикам, которые тоже отреагировали быстренько. И исправились в положении. На самом деле очень даже круто исправили. И дали нам практически на халяву слоты. На секретные камни. На секретные слоты. Вот эти, которые вот такие вот камушки. Да, в наличии 5 штук у меня есть. Дальше смотрим на коне. У меня смертоносность плюс урон прочность. Смертоносность я бы сводил, но у меня нет много камней атаки. Поэтому я пока что максимально прокачиваю прочность и плюс урон. Дальше буду заниматься атакой. И смертоносность буду сводить в кучу к одному. То есть к девятым камням все. В другом у меня то же самое. Да. Абсолютно. То есть смертоносность все восьмые камни. Есть еще вон один десятый. Дальше смотрим размещение. В размещении у меня весь хлам, который оставался. Здесь у меня, как вы видите, и атака, и минус урон, и смертоносность, и плюс урон. И пятые камни, и шестые камни, и хп, и маг защита, физ. Короче, весь хлам, который был, я кинул в размещение. То есть просто чтобы мощь удавала, ничего более. Энда, это у нас атака, плюс урон, прочность. Все седьмые. И экзо, это у нас минус урон, хп, физ.дэх, маг.дэх. И также у нас здесь плюс урон и прочность. Немножко у меня на прочность уже здесь восьмых камней собралось. В принципе немного, но они есть, это хорошо. Так, смотрим дальше, что у нас дальше. Дальше у нас драконы. Драконы. Прокачка драконов я максимально прокачиваю. Сейчас дракон лето для пвп мощи. Остальные драконы у меня 55 и 58. Дракон лето для пвп мощи у меня 124 и одна звезда. Сколько скоро будет еще по одной звезде у всех других драконов. Там по 170 плюс уже пакта у меня есть. Гербы прокачаны максимально. Активированы гербы. Сейчас я вам покажу, что у меня активировано. Перечитывать не буду, потому что это лишнее время. Я думаю, что кому нужно, тот может поставить на паузу и пересмотреть. Здесь видно наглядно, какие скиллы, какие параметры я выставил. Дальше смотрим навыки. Навыки здесь я буду скоро выкачивать для того, чтобы вкачать пвп мощь. Плюс 100. Буду все 4 золотых. Здесь пока есть только 1 золотой нормальный. Это атака и прочность. Здесь у нас плюс урон смертоносность и физ защита. Зеленые все летовые я показывать не буду. Они бессмысленные. Для активации нужно 4 золотых. Все равно буду ловить 4 золотых. Дальше эндогерой у меня физ защита. И плюс урон. Плюс урон также я буду менять, потому что нужно в процентном соотношении. Вы видите, все скиллы в процентном соотношении. Первые 2 хотя бы. А дальше уже как повезет. Здесь у меня активированный. Я еще на видео его активировал еще изначально. Значит, хп парирование. Ничего тут здесь не изменилось. Мах защита. Минус урон. И хп в процентном соотношении. Дальше смотрим аспиды. Аспиды у меня атрибуты. Смотрите, аспиды ранг у меня 163 и 159. Так, вот параметры. А также вот рост. Тоже кому интересно подробно, можете поставить на паузу и посмотреть. Дальше смотрим, что у нас еще есть. Так, альянс. Альянс у нас не максимальный. И естественно, наука тогда у нас всего лишь 277 уровня наука. Что еще есть у меня? Запас по науке. Смотрим, что еще у нас связи. Значит, 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 гены. Да? Вот. Гены у меня вот такой вот мутировавший ген, который я разгоняю с сочетанием пока что. Дальше у меня есть еще один синий обычный ген. То есть, в принципе, гены пока что особого никакого значения придавать не стоит. Ну, вот видите, эндогерой плюс урон 2,5, ну, 1,2%. Их нужно разгонять до хотя бы до желтого, до красного. И там дальше уже вылавливать в них какие-то скиллы. Я не хочу ловить. Вот здесь, например, ОЗ персонажа 0,4%. Ну, это опять-таки это зеленый ген. Они еще маленькие. То есть, в принципе, я просто показываю вам гены какие-то есть. Но особого значения, опять же, им придавать не стоит. Потому что они еще маленькие. Так, дальше бонусы в стадиях, в созвездиях. Да, мы посмотрим, смотрите, что у нас есть. Вот, в созвездиях скоро они будут перетачиваться. И будут за счет золота еще протачиваться еще больше. Я надеюсь, что это обновок скоро нам дадут. Потому что золота много. Его нужно быстренько куда-то слеть. Так, что еще? Что еще не показал? Да, давайте сейчас покажу. У мореплавания фрукты прокачаны максимально. Это вот такие вот бонусы. Смертоносность 3000. Физ защита, маг защита по 2. ХП 90. Плюс урон 7,5. Минус урон 10,500. Атака 4000. Вот, это по фруктам. А, и еще, еще я забыл показать трансформу. Да. Все, показал, трансформу не показал. Трансформа у меня 22-23 уровня прокачки. Да. В принципе, ну как бы, так как я не донатил сильно много на трансформы. То есть, прокачка идет основная просто так, считайте. То есть, за земли драконов там и тому подобное. Купил я все-таки книжку, вкачал первый скилл и первую трансформу. Вот, плюс 10% доп. урона. И также вот скилл 672% физ урона, 168 доп. урона. Также, кто не знает, скилл наносит дважды урон. И в этот момент, когда он наносит урон, он цепляет замок так же, как и ульта. Такой информации, мало ли, может, и не знает. В принципе, это все по персонажу. Если остались какие-то вопросы, пишите в комментариях. Я с радостью отвечу. Также, не забываем, у меня добавилась новая ссылка на донат под описанием. Если кому-то понравилось видео или просто хотите поддержать мой канал, вы можете сделать какой-то небольшой взнос. Я буду рад всем. Там же, так же с сообщениями. Можете писать мне через донат сообщения. Это будет очень круто. Это новый будет уровень нашего общения. Я считаю, что я немножко заслужил на какое-то поощрение с вашей стороны. Всем спасибо. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пока. Пока.